По всему миру ученые бьют тревогу, доказывая, какую смертельную опасность для здоровья людей представляют мобильные телефоны и сопутствующие им новые технологии 5G. Повсеместно внедряемая 5G использует высокочастотные полосы AMI, которые выделяют ту же дозу излучения, что и сканеры аэропортов. Более 90% микроволнового излучения поглощается слоями кожи человека, поэтому кожа человека в основном действует как поглощающая губка для микроволнового излучения. Наша съемочная группа отправилась к одной из ранее установленных вышек 5G, чтобы продемонстрировать уровень опасного излучения. Изначально он показывал 0,06 микрозиверта в час. По мере приближения оно увеличилось до 0,22 микрозиверта в час. Но чем же чревато пребывание рядом с вышками связи на протяжении длительного времени? Однократные и двунитевые разрывы ДНК, проще говоря, ускоренное развитие рака, окислительное повреждение в клетках тела, нарушение клеточного метаболизма, бесплодие, преждевременное старение. Проводились большие исследования и связи с возникновением опухоли. Злополучных вышек становится все больше, и, конечно, это не может не вызывать беспокойства у жителей нашей страны. Тут ходят дети, как бы с маленькими людьми. Почему вот это вот здесь должно быть? Не надо убрать. Но для чего все это нужно? То или что устраивает целенаправленный геноцид мирных граждан? Ответ лежит на поверхности. Посмотрите на эту статью, опубликованную 10 лет назад в уважаемом и официальном источнике газеты The Guardian. Из этой статьи мы видим, что миллионер и филантроп Билл Гейтс создал некий хороший клуб, куда помимо него вошли приближенные к нему единомышленники. Одной из главных задач этого объединения было решение проблемы перенаселения Земли. Каждый год выбрасывается огромный объем углекислого газа. Более 26 миллиардов тонн. Как свести СО2 к нулю? Первый сомножитель населения. Сегодня в мире 6,8 миллиардов людей. И эта цифра вырастет примерно до 9 миллиардов. При условии крупных успехов в создании новых вакцин, в здравоохранении, в сфере охраны, репродуктивного здоровья, рост может снизиться на 10-15%. Давайте также взглянем на патент под кодовым номером 060606, зарегистрированный в 2020 году компанией Microsoft. Думаю, не стоит говорить, о чем этот патент. Все верно. Патент на разработку MMT20. Или, проще говоря, соединение 5G. Вакцины пропагандирует Билл Гейтс, 5G пропагандирует Билл Гейтс, фонд Билл Гейтса как раз таки и спонсирует, и, я так понимаю, его Всемирная Организация Здравоохранения является как раз таки организацией Билл Гейтса. Таким образом, сопоставив 2 плюс 2, мы ясно видим, что наша страна подвергается спланированной террористической атаке, цель которой является тотальное искоренение нашей нации. Но в наших силах все это остановить. И самое главное, нужно помнить о том, что наша общенациональная сплоченность сумеет победить нашего врага.